Амперфект Пролог Вода взорвалась Белые пенящиеся струи взлетели до потолка, ударили по стенам, окатили ступени белокаменной лестницы Следом свизгом и гулом из воды с бешеной силы ударил пар Ударил сплошной смертоносной стеной За паром пришло пламя Белое и настолько сильное пламя, что оно казалось застывшей световой волной столь безумной накаленности, что сжигало вокруг себя даже звуки Вместе с огнем пришел он Дракон Невероятно уродливый огромный дракон, кроша и продавливая белые ступени страшными когтистыми лапами, вырвался на берег подземного моря к закрала Вскинув гигантскую голову, разинул пасть и яростно взревел Но взбешенный рев внезапно оборвался Гигантская тварь со сдавленным хрипом рухнула на искристую прозрачную дорожку и заколотилась в бешеных судорогах С трясущегося тела одна за другой слетали горящие серо-зеленым проклятым огнем чешуйки Пламя и тлен отсроченной смерти терзали бессмертное создание даже здесь, у самой границы запретного королевства Аньгоры, королевства мертвых Бьющийся в судорогах дракон бессильно обмяк, распластался в коридоре Окутывающее его пламя угасло Лишь чешуйки продолжали опадать с его тела Дракон пролежал недолго Он попытался встать, но трясущиеся лапы разъезжались Огромное создание окуталось облаком золотисто-красной дымки с серо-зелеными звездочками сгорающих чешуек Замерцало И начало стремительно съеживаться Миг Другой И дракон исчез Посреди дорожки лежал мужчина в рваных и некогда белоснежных дымящихся одеяниях Новый стон прозвучал в подземном мраке Человеческий стон Стон боли Но не обреченности Подобрав под себя руки, мужчина вскинул лицо, уставившись в темноту подземного коридора перед собой Медленно подтянул колени и начал вставать Тяжело, но уверенно Из его рта вырывались серо-зеленые искорки Едва заметная дымка курилась над плечами и спиной Выпрямившись, он зашагал вперед С непрестанно шевелящихся губ слетали искры и иступленное обещание «Уничтожу! Уничтожу! Испепелю! Я выжгу их души! Выжгу дотла!» С каждым шагом его походка становилась все уверенней и размашистей Все громче и страшнее звучали обещания «Испепелю! Искромсаю! Изничтожу! Я выжгу их бессмертные души дотла!» «О, я еще покажу им, кто здесь хозяин!» Шагающий одинокий путник не обратил ровным счетом никакого внимания на отмеченные надписи на арках над головой «Добро пожаловать в королевство мертвых, путник! Твой долгий и последний путь почти завершен! Шагай вперед, и вскоре ты узришь великий град Аньгору!» «Остерегайся, Рыгхров!» Ему было плевать Он смотрел только перед собой, отмеряя шагами метр за метром ведущие в Аньгору дороги Содрав с себя рваные одеяния, он отбросил их в сторону, и они тут же полыхнули серым огнем, быстро догорая на обочине дорожки «Испепелю!» Шагавший, а вернее бесшумно стелящийся с одинаковой легкостью по стенам и дорожке шепот, внезапно замер Будто споткнулся Уставился перед собой Через мгновение рядом с ним возникла фигура черной баронессы Следом подтянулись другие быстрые классы В числе последних притопал я, и мне уже пришлось проталкиваться через сгрудившуюся толпу И, подобно левому прохожему, увидевшему уличную толпу, спрашивать «Че там? Че там?» Никто не ответил Не знали Проломившись в сердце толпы Тут спас только авторитет главы Оказался рядом с шепотом и глянул туда же, куда и он, на обочину дорожки И увидел немного серого пепла, лежащего на здоровенной и наполовину сгоревшей чешуйке Ну как чешуйке? Она размером с солидную такую тарелку Почти блюдо Толстенная Красно-золотая Потрескавшаяся и загнувшаяся Скрючилась, как оплавившаяся пластиковая тарелка А еще на ней пляшут отчетливо заметные серо-зеленые искорки Частые такие И не просто пляшут Медленно, но верно они выбивают из чешуйки частичку за частичкой Неумолимо превращая ее в ничто Пляс от срочной смерти Глухо произнесла баронесса Его не остановить Шепот вперед! Герои давно в авангарде и нюхают пыль посмертных дорог «Ты чего здесь?» Сверкнув косой усмешкой, шепот исчез Лишь по стене над нашими головами метнулась смазанная быстрая тень Постояв еще над чешуей, я передернул плечами И, вытолкавшись из толпы, зашагал дальше по дорожке Стуча дубовым посохом по искристому прозрачному камню Подо мной ожили смутные тени ахиллотов Они глядели на чешую снизу, прильнув камню, как рыбешка, к стеклу аквариума Поравнялся с Кирой Мы молча переглянулись Затем одновременно глянули на странно притихшую розку Прильнувшую к косматой спине черно-белого волка За тираном двигалась сплоченная волчья стая, следующая за вожаками «Впереди приют!» В голосе принесшего весть звучала нескрываемая радость И ответил ему гомон не менее радостных голосов «Все мы вымотались!» «Все до единого!» «Всем требовался срочный отдых, причем полноценный!» «Как ты?» — тихо спросила Кирея «Едва держусь», — признался я «Ты?» «То же самое! Надо выходить, Рос, меня знобит!» «Как и меня!» — кивнул я, снова передергивая плечами в безнадежной попытке сломать ледяные иглы, засевшие в позвоночнике «Затухание достало нас даже здесь, на границе королевства мертвых!» «Сколько часов, Рос?» Этот вопрос задала подошедшая баронесса Я не сразу сообразил, о чем она Наморщил лоб в мучительной попытке понять суть «Отдых?» «Да, сколько!» «Мы должны выйти и войти одновременно!» «Согласен! Нужно переговорить с Бульком! Он главный у подводных!» «Само собой! Но минимум какой?» «Часов десять минимум!» — буркнул я «И мне плевать, что мы там, где еще никто не бывал» «Бывал!» — усмехнулась баронесса «Мы не первопроходцы, Рос!» «Зря я так старалась обогнать эту молниеносную курицу-алешану в рывке к берегу» «А может и не зря! Не поймешь» Шагающая с другой стороны дорожки алешана слышала, но никак не отреагировала на слова баронессы Она смотрела только вперед, туда, где лежала Аньгора Да и меня известие не слишком зацепило «Нас опередили? Или нет?» «Да» «Или нет» «Все проще!» — ответила черная баронесса «Сейчас поймешь» «Шепот увидел это у третьей арки» Подняв лицо, углядел на плывающую арку и невольно чуть ускорил шаг «Вдруг что-то действительно удивительное узрю» «Добро пожаловать в королевство Аньгоры, путник!» «В королевство, где нет первых!» «Где нет вражды!» «Где нет счастья!» «Где нет горя!» «И над всем и всеми давлеет лишь смутная глухая тоска» «Не сворачивай с тропы, путник!» «Рыг-хры рыщут!» «Рыг-хры алчут!» «Рыг-хры пожрут твою душу, и давно уже нет никого, кто мог бы их остановить» «Золотые лотосы спасут тебя, помни» «Ну, неопределенно покачал я головой» «Ну, ну и пофиг, нам же легче без капса» «Я чтобы когда-то не заспUScutmaz не我 publ Nathan» «Это она сам озвучивая легче». « okay, правда, я бы не раздумываю дорогой»